Папа, я увидел! Сын! Что? Это я! Это был я на этой фотографии! Это моя детская фотография! Но я не... Господи! Это реально был мой отец! Что творим, бро? Меня зовут Серкио, он из зибро! Сразу же, просто, сразу же! Бери подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою супрем-банду! Ведь предудимый супрем-банда будет над всеми! Кто не с нами, тот под нами! А я как вижу, противобежи не очень нравится быть под нами! Так что подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою супрем-банду! Самую лучшую банду на ютубе, между прочим! Окей, бро, сегодня у нас непростое видео! Потому что это видео будет полностью состоять из мистики! В одном из прошлых видео я рассказывал вам о том, что мне написал мой без вести пропавший отец! Который пропал еще 15 лет назад! И только недавно он мне написал о том, что его сватили и заставляли признаться в том, что он кого-то убил! И в том видео я сказал, что если то видео наберет 3000 лайков, я попробую связаться с ним через серегу некроманда! А то есть позвонить ему через видеозвонок! Эй, банда, вы набрали тебе 3000 лайков, причем очень быстро! И теперь у меня появилась мотивация, теперь мне не так страшно, что я буду сейчас звонить отцу! Погибшему отцу! Окей, банда, звонить я буду через этот маленький телефон! К сожалению, вам будет мало что видно, потому что он слишком маленький! Но выбора у меня нету, отец мне писал просто на мой номер! Не через какой-то месседжер, как это было с моей погибшей девушкой! Потому что в том случае с девушкой я мог ей позвонить через месседжер! А в этом случае я не могу позвонить через месседжер! Потому что мой погибший отец писал прямо на мой номер телефона! И именно из-за этого мне придется воспользоваться этим телефоном, потому что этот телефон китайская поделка! И в нем есть видеозвонок, как ни странно! Также обязательно, что нам понадобится, это серьга некроманда! Да-да, банда, та самая серьга некроманда, с помощью которой я связывался со своей погибшей девушкой! Я все еще, когда вспоминаю Амелию, мне становится не по себе! Но выбора у нас нету, поэтому придется сегодня с помощью этой серьги звонить отцу! Если вдруг, Супримбанда, кто-то из вас не знает, что это за серьга, то это серьга некроманда! А как ходили легенды, некроманты, это те люди, которые могли связываться с погибшими! Или же даже оживлять их! Именно поэтому сегодня мы будем связываться с помощью этой серьги некроманда с моим отцом! Окей, банда, для полного сеанса нам нужно поджечь свечу! Окей, свеча горит! Поставлю ее куда-то сюда, пусть здесь стоит, чтобы не мешало! Окей, Супримбанда, и следующее, что нам нужно сделать, это надеть эту серьгу на себя! Но поскольку у меня не проколоты уши, мне придется надевать ее на свою одежду! Ах, жалко, эта футболка, она слишком дорогая, чтобы ее так портить, что-то в нее тыкать! Но ради вас, банда, ради того, что вам интересно, чтобы я связался со своим отцом, я это сделаю! Окей, все легай на мне! Окей, банда, ну для того, чтобы призводиться, нам нужно дождаться трех часов ночи! Как вы видите, сейчас 2.59, осталось всего лишь какая-то одна минута, и мы сможем уже призвать отца! И попробовать с ним пообщаться! Если честно, мне реально страшно от того, что сейчас я буду призывать своего погибшего отца, которого я не видел уже 15 лет! Я его вообще не помню! Максимум день могу его вспомнить, это на детских фотографиях, и все! А оттуда сейчас буду с ним общаться, и, возможно, даже увижу его лицо! И вот от этого мне реально становится страшно, и не по себе! Но я готов! Ради вас, банда, ради того, чтобы узнать, как сейчас мой отец, я готов с ним связаться! И на самом деле, банда, мне очень жаль, что он погиб! Такой смертью! Тем более, как я знаю, ему всего лишь было 21 год! 21 год он погиб! Нереально его жаль! Окей, банда, ровно 3.00! Пришло время вызывать отца! Отец, отец, мой отец, приди! Мой отец, приди! Мой отец, приди! Мой отец, приди! Окей, надеюсь, этого хватит! Давайте напишем моему отцу! Ты меня слышишь? Окей, 3.01, 3 часа 0.01 минута! Мы вовремя начали его писать, теперь ждем, пока он ответит! Он, ну, он ответил! Аааа, что? Как ты это сделал? Я ждал, что он ответит, но... Мне все еще не по себе от того, что он не отвечает! У меня есть серьга некроманта, с помощью нее я могу с тобой связаться! Если вы не верите, вот переписка с моим отцом, он реально мне ответил! На часах 3.01! Ровно в 3 часа 0.01 минута он мне ответил! Ведь это реально мой отец! Потому что прошлой ночью он мне писал именно с этого номера! Так, он ответил! Это плохо! Взамен на воспользование серьгой ты отдаешь свои годы жизни! В смысле? То есть? Погодите, то есть получается, что если я воспользуюсь этой серьгой, я отдам несколько лет своей жизни, а я уже второй раз, между прочим, пользуюсь этой серьгой! Я этого не знал! Надеюсь, это будет последний раз, когда я пользуюсь этой серьгой! Больше никогда не буду ей пользоваться! Так, мой отец пишет! У нас мало времени, говори, что хотел! Уже он все еще обижается из-за того, что было в прошлый раз! Потому что в прошлый раз я ему сказал, что моя мать вышла второй раз замуж! И он не очень сильно это одобрил! Но еще мне сказал, как я это допустил! И это был какой-то бред, потому что это нормально! Это естественный процесс! Почему он так во штуке-то воспринял, я не понимаю! Мы здесь только радио-видеозвонка, чтобы увидеть моего отца! Я могу тебе позвонить через видеозвонок! Спросим у него об этом! Это невозможно! Если возможно, то я не смогу показать свое лицо! Ну, в смысле? Почему он не может показать свое лицо? Как мы, кстати, с вами, Банда, помним в прошлый раз, Амелия тоже не показывала свое лицо! Она показывала только свою руку и то, что у нее там было! Тебе не понравится то, что ты увидишь? Мы монстры! Если получается, мы монстры! У меня только что на секунду появилась такая идея, Что они выглядят как зомби! Живые мертвецы! Вот теперь-то я начинаю понимать, почему Амелия не показывала свое лицо! Она выглядит как зомби! Господи, это так страшно! Ладно, я готов! Я готов увидеть, как выглядит мой отец! Поэтому сейчас я его наберу! Я нажал на звонок! Готки идут! Папа? Папа, это ты? Папа, это ты или не ты? Господи, что у тебя с рукой, отец? Ты меня слышишь или нет? Отец, я тебя слышу! Скажи что-нибудь, пожалуйста! Я не знаю, ли ты меня слышишь! Но, папа, скрири что-нибудь! Черт, вам это видно? Вы это увидите? Пожалуйста, скрири мне что-нибудь! Папа, что ты делаешь? А что это за такой список? Что это за список? Папа, ты меня слышишь или нет? Отец, пожалуйста, скажи мне что-нибудь! Что это? Он взял какую-то бумажку! Супримплата! Он взял какую-то бумажку! Отец! Отец! Отец, ты меня слышишь или нет? Что это? Он что-то пишет. Я? Я не? Что я не? Папа, да просто скажи, я тебя слышу, если ты меня не слышишь. Пожалуйста, подай с ногой, если ты меня слышишь. Отец, отец, ты меня слышишь? Он пишет, я не... Я не убивал. Точно, отец же рассказывал мне в прошлый раз, что его пытали из-за того, что он вроде бы кого-то убил, но никого не убивал. Отец! Что он делает? Пап, пап, ты меня слышишь или нет? Что ты делаешь, пап? Пап, пожалуйста, отозвись. Я тебя слышу, ну ты хоть что-то мне скажи. Черт. Отец, отец, пожалуйста, скажи что-нибудь. Это реально ты? Что с тобой, пап? Что я? Что я? Он показывал на меня, вы только что видели, он что-то мне хотел сказать. Пап, что это? Это какая-то фотография. Отец, что это за фотография? Что? Это я. Это был я на этой фотографии, это моя детская фотография, но я никогда раньше не видел, на фотографии был я с детства. Черт, отец. Вот еще, смотрите. Это я. Он показывает мне, что это я. Папа, я увидел. Сын. Я у него подписан как сын. Черт, отец. Господи, я ведь это реально я. Пап. Пап, отозви, скажи мне что-нибудь. Папа, покажи свое лицо, я готов. Я готов. Я готов увидеть твое лицо, отец. Все. Он просто отключился. Все. Отец просто отключился. Даже включилась переписка. Он больше... Черт. Что это было? Он только что показывал меня. Моя фотография, которой у меня никогда не было. Это была моя детская фотография. На ней был я. Черт. Это реально был мой отец. Мы дозвонились в тот мир снова. Нафиг. Нафиг эту серьгу. Уже который раз я убеждаю, что зря я ей пользуюсь. Я не должен был нарушать его покой. Все. Все. Что за меня хватит? Свеча. Она больше не горит. Посмотрите. Свеча. Она горела. Она больше не горит. Черт. Я даже не заметил, как она потухла. Вы видели? Я ее не тушил. Она сама только что потухла. Я только что реально связывался со своим отцом. Это увидели банда. Черт. Это реально был мой отец. У него была моя фотография. Он написал, что он не убивал. Это не какой-то хакер, как я думал в прошлом видео. Господи. Это реально был мой отец. Черт. Я не верю в это. 15 лет. 15 лет назад он погиб. Пропал в бедность. А потом его убили. Нет. Я просто не верю в это. Это был мой настоящий отец. Господи. Я в шоке. Я реально в шоке. От того, что я узнаю каждый раз. Я узнаю что-то новое. И еще от воспользования той серьги. Я теряю свои годы жизни. Господи. Что? Что это вообще все значит? Нет. Хватит. Хватит уже вмешиваться в мир мертвых. Это реально плохо. Я не должен этого делать. Супрем банда. Надеюсь вам понравилось это видео. Вы поставите лайк. За только это видео уже можно было бы поставить лайк. Поэтому опускайте и не заставьте свой лайк. Эй. Бро. Так же не забывай что вы вступить в мою Супрем банду. Самую лучшую банду на ютубе. Тебе нужно подписаться на мой канал. И только потом ты будешь моей Супрем банде. Ведь кто не с нами? Тут под нами. Эй. Как вижу, братья-бажи, мне очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал. И только тогда ты будешь моей супрем-банде. Эй, бро, вот как мне-то из-за прошлого видео. Господи, мне кажется, я не шикарный. Просто идеальный комментарий. Я просто обнимаю все комментарии, как и всегда. Бро, если ты хочешь, чтобы меня на тебя, то всего-то, что тебе нужно, ты нажать на лайк, колокольчик и оставь свой комментарий. И всё, ты уже в следующем видео. Вот так вот, простите, блядь, ко мне в видео. Я, я просто, я не верю в это. Я только что связался со своим мёртвым отцом. Чёрт. Господи, это реально правда, это реальность. Три часа ночи. Сколько сейчас времени? Три, десять, сейчас три часа десять минут. За десять минут я сколько всего успел делать. Я связался со своим погибшим отцом. Окей, бро, мне нужно переварить всю эту информацию. Только наутро я смогу что-то сказать нормальное. Оставайся к тебе шикарным, бро, пока. Я просто, я просто в это не верю. Я реально связался со своим погибшим отцом. Субтитры сделал DimaTorzok